Пришла пора метелем да вьюгом на север подержать, Но оставить вас без присмотра я не могу, Сестрице своей весне права передаю. По первому зову дедушки Мороза отправилась я в путь, Скоро-скоро наступит тепло и веселье. А мы ждем вас в моем волшебном тереме На площади Куйбышева. Милости просим гости, дорогие. Гостей ждет не только Дед Мороз. Почти в каждом доме на этой неделе пекут блины и угощают ими близких. Мастер-класс нам устроил Андраник Арутинян. Радушный хозяин раскрыл нам секреты своего фирменного масленичного угощения. Своё коронное блюдо он готовит по особому рецепту. Особенность – это кипяток, который мы сюда будем вливать. Вот это и считается особенностью. Потому что тут есть такой момент, когда мы добавляем яйцо, и кажется, что когда добавляешь кипяток, может свернуться белок. Но он не сворачивается, из-за этого блины должны получиться кружевные. Каждый день масленица имел в народе своё название. В понедельник праздник встречали. Во вторник с ним заигрывали. Среда именовалась лакомкой. Впереди самарцев ждет четверг «Разгуляй», пятница «Тёщины вечерки», суббота «Заловкины посиделки» и прощённое воскресенье. Сегодня как раз среда, третий день недели масленицы. И сегодня принято ходить в гости с блинами. Если у вас есть тёща, то нужно ходить знакомиться с тёщей, если вы с ней ещё не знакомы. По заветам шеф-повара и мы решили приготовить блины да накормить ими гостей. Тем более, что печь это угощение нас уже научили. Другое дело, теперь я умею печь блины. Но такие блины и гостей пригласить не стыдно. В Самаре народные гуляния уже начались. Они проходят практически в каждом дворе и во многих школах. А главный праздник развернётся на площади Куйбышева 26 февраля в 12 часов. На нашем канале продолжается конкурс по выпечке блинов. Если у вас есть уникальный рецепт, выкладывайте их в соцсети с хэштегами «Самара Гис» и «Масленица Самара». Итоги подведём в понедельник, 27 февраля. Победители ждут вкусные и приятные призы. А лучшие фото и ваши рецепты мы покажем в программах события и .ру. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События.